Друзья, всем привет! Этим пятничным, ну или не пятничным, зависит от того, когда вы меня смотрите вечером, мы с вами поговорим про компанию Apple, а именно про то, как Apple будет пытаться бороться с утечками, и это достаточно интересная тема. Меня зовут Максим, вы на канале Диуминс Лаунш, поехали! Как вы знаете, о компании Apple нам известно много. Мы знаем примерно, иногда даже точно, как будут выглядеть новые айфоны, ну и по остальным продуктам регулярно бывают, случаются утечки, например, мы практически полностью знаем, как будут выглядеть новые макбуки, какие у них будут порты и так далее. И это происходит из года в год, это происходит постоянно. В этом году Apple решила, что пора бы начать с этим бороться, но делают они очень странными методами это. Ну а пока мы не начали глубоко копать, не забывайте, что если ролик понравится, пожалуйста, лайкусиком, увеличите меня, это будет очень приятно. Вот там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колку, чтобы классно ничего интересного не пропустить, тогда YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика. С чего у нас с вами все началось? На днях инсайдерам, различным контент-креаторам и прочим людям, которые занимаются сферой около Apple, пришли сообщения от Apple, в которых им как бы недвусмысленно намекнули. Ребята, заканчивайте с вашими сливами, иначе мы будем подавать на вас в суд. Здесь у нас с вами два события можно из этого вынести. Это первое, то что Apple все-таки решила заняться этой сферой, и им не очень нравится, когда сливают информацию об их гаджетах. И второе, то что действительно эта информация правдива, иначе зачем бы им было вообще на это реагировать. Потом Apple пошли еще дальше и заявили, что оснастят сотрудников своей компании какими-то интересными регистраторами. Ну типа знаете, как на полицейских висят, вот что-то по типу такого, чтобы минимизировать сливы конфиденциальных данных. Во-первых, у меня здесь очень большой вопрос с компанией, зачем это нужно, почему они же не будут носить это круглосуточно. Ну камон, чел пойдет, уйдет после работы и сольет данные инсайдерам. Без понятия вообще, зачем так сделать, или может они как-то там хитро это реализуют, но я сомневаюсь, что это сильно поможет. Второе, что здесь нужно понимать, что инсайдеры, конечно, немножко просто посмеялись над Apple, потому что, ну да, в целом им могут запретить, их могут притянуть за что-то по суду. Но инсайдеры могут просто сказать, знаете, мне там сегодня приснилось, причем я это с какого-то канала спер, у кого-то я слушал эту информацию, мне сегодня приснилось, что новый MacBook будет выглядеть вот так. Я решил его нарисовать. И вот компания Apple вообще никогда к этому не придерется, потому что ни один суд не скажет, что типа, чувак, мы что за сон должны засудить человека. Поэтому здесь компания Apple, конечно, делает какую-то фигню. Мне понравился один инсайдер, который я читаю, по-моему, называется Leaks Apple Pro, и он написал, что Apple, я вам дам один совет, если вы хотите искоренить вообще полностью любые сливы относительно компании, то вам нужно просто всех ваших сотрудников заменить на роботизированные системы. Тогда сливать просто будет некому. Пока есть живые люди, они будут стараться как-то поделиться информацией, кто-то за деньги, кто-то бесплатно и так далее. Но сам факт того, что Apple решила вот сейчас начать, так скажем, прижучивать этих инсайдеров, это, конечно, очень забавно. Еще более забавно, что Apple говорит в своих письмах, что якобы сливы этих инсайдеров негативно влияют на продажи компании Apple, потому что, естественно, и здесь мы с вами еще сейчас чуть позже поговорим, это отчасти правда. Но по большому счету, как это может негативно повлиять глобально на продажи компании? Да никак, ну выйдет новый MacBook, да, хорошо, мы просто знаем, каким он будет. Здесь Apple оперирует на то, что, например, давайте с вами разберем конкретную ситуацию. Мы все с вами видели сливы AirPods 3-го поколения, мы все с вами видели эти фотки с производства, эти рендеры и прочее, и мы с вами знаем, что в этом году AirPods 3-го поколения должны у нас с вами зарелизиться. Но компания Apple это тоже знает, она готовит этот релиз. И мы, соответственно, ждем эти наушники не тратить деньги на что-либо другое. Но компанию Apple это не устраивает, потому что если бы мы жили с вами в каком-то сферическом вакууме, мы бы такие, так, меня сломались или мне нужны наушники, пойду куплю себе AirPods 2. А сейчас что мы делаем? Мы с вами сидим, держим в руках денежки и ждем AirPods 3, потому что, ну согласитесь, с точки зрения потребителя, это глупо пойти купить сейчас AirPods 2, потом через месяц выходит AirPods 3, мы такие, блин, новые наушники, лучше во всем, что-то как-то странно. То же самое с MacBook'ами, например, сейчас очень многие ждут MacBook'и на M2, на M1X, и прям я знаю реально много людей, мне даже пишут, что, чел, вот у меня есть деньги, там отложил 4-5 тысяч долларов, я хочу пойти и купить эту новую прошку 14-ю дюймовую или 16-ю дюймовую на M1X. И я прям жду, мне нужен компьютер, мне нужно работать, но я жду, потому что не хочу покупать сейчас на Intel, потому что я понимаю, что это выброшенные деньги. То же самое, если бы мы жили бы в сферическом вакууме и никакой бы у нас бы информации не просачивалось еще, люди бы просто пошли и купили бы. Но, как вы понимаете, так не работает, у нас каждый день чуть ли не выходят новые слухи, там новые MacBook'и тогда-то анонсируют, новые MacBook'и тогда-то анонсируют. Естественно, люди придерживают деньги и спрос на текущее поколение MacBook'ов падает. Поэтому компанию Apple это, конечно же, не устраивает. Но еще раз, моя позиция в том, что они какими-то очень странными вещами занимаются, ну, то есть всегда найдутся люди, кто захочет слить. Учитывая цепочки поставщиков компании Apple, огромные цепочки во всех странах мира практически, они то там что-то закупают, то здесь что-то закупают, то информация где-нибудь просочится в СМИ, в публичное поле. Поэтому, не знаю, очень смешно выглядит попытка Apple как-то это все зарегулировать. Тем не менее, посмотрим, как это будет все продолжаться. Если же этот ролик вам понравился или был чем-то полезен, как и договорились, с вас лайк, мне это будет очень приятно. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите обязательно на колокол, тогда YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика. Важного и интересного ничего не пропустите. Но у меня для вас на сегодня вот такая вот информация, скажем так, из сферы около технологий. Если вам понравилось это или какие-то у вас есть вопросы, хотите со мной подискутировать, вот там внизу в комментариях, конечно же, напишите. С удовольствием с вами пообщаюсь. Также не забываем, что вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, вот сюда, конечно, помните, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока.